Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солл Сторма. Ваше внимание, предлагаю бой 3 на 3 за космодесант. Поехали! Карта Месть Пэйна. Мой ник Якудза. Со мной в команде Пупсик за Тао Кекс за космодесант. Против нас чувак с непроизносимым ником. Ну это Фанни Фан за Эльдаров. Джей ХСБ 091. Будем называть его просто Еретик. За Хаос. И Рутим за Некронов. Переключаюсь на себя и смотрим, что получилось. Естественно, это были рандомные, случайные команды. С Рутимом у меня уже был бой, но мы были в одной команде, это было на проломе, он был за Некронов, я тогда за Гварду был. А здесь вот рандом раскидал в разные команды. Ну и карта для Некрона неоднозначная. То есть, с одной стороны, конечно, здесь есть термоген, но с другой стороны, очень много точек. Да, Некрон получает больше лимита, но и противники получают больше влияния, те, которые его используют. И, соответственно, за счет резов он не может доминировать. Что-то там соглашается Еретик наш. Окей, говорит. Окей, окей. Да, Ровите. Захватили точку. Фанни-фан. Но наш космодесанник Кекс снимает. Ее Кекс тоже неплохо играет. Вылезли в бои. Насчет Купсика ничего не мог сказать, потому что Ник видел первый раз. Но на Кекса можно было в какой-то мере положиться. Да, вот пришли дозорные, расстреливают. Спокойно. Из инвиза никто не светит. Кекс еще и светить-то нечем. Ну, наверное, черепок он уже выводил. Я тут посмотрел, что есть турель. Уру, Тима, я не стал дальше идти. Ну, а тут идет разборка на левом фланге у Купсика и у Кекса. Готический артефакт при развороте на некоторых картах они есть. Это из-за камеры, из-за зум-мода, потому что, если по УЖД его не ставить, многие, наверное, в курсе, что произойдет. Камера будет просто приклеена практически к земле. Она не видна. Да, активная битва о заточке. В самом начале здесь у нас тоже с рутимом идет бой. Пришлось масить. С Некроном по-другому нельзя. Его надо замасить на первых минутах, иначе потом проблем не оберешься. Прямо сразу бежать его и пытаться раздавить. Ну, благо, ресурс много, и пока я его давлю, я продолжаю захватывать точки. У меня уже получается, что если я эти захвачу, будет их шесть, и седьмая будет ключевая. Не отступаю, продолжаю перестрелку. О, пополняю войска. Ну, и еще отряд бежит. Об этом узнал только сейчас. Правда, приходит все равно ступать, так как у него лорд еще приперся. Да, и еще и хаос с ударом. Только я тут начал застраиваться, так сказать. Вот, просто уже застроил, прокачал. Вот как тут Некр. Ну, я его не убрал, то есть он его снес, там, влияние не прибавилось. И тут же он снимает, а зря не убрал. Сейчас бы еще бы сделать пачку СМов на эти бабусики. С другой стороны идет масса атака, вот. Еретика и Фанифана тоже здесь наделали огромное количество войск. Фактически сдох. Лох, но все-таки сумел его, еретик, увести. Пупсик сделал пак ФВ, командура. Я бегаю с другой стороны внезапно, потому что Некрон ступил на базу и нападаю на хаос сына Эльдара. Этого они явно не ожидали, такой подлости сына Императора. И валят назад. На полном ходу продолжают здесь стрелять. Разведы, так что-то ни у кого у них анти-инвиза-то и не было. Ну, я вообще не собирался, как бы, атаковать их. С этой стороны-то была спонтанная такая атака. Увидел, что можно их обойти, поэтому туда пошел. Вот, наконец, черепок подходит у Кекса. Но, правда, по-прежнему, я не свечу того. И за свет. И лишается часть своих. Рейнджеров Эльдар. Мы продолжаем давить. Тут уже с Пуфисиком вместе, настреливая Некрона. Прокачал своих воинов. Рутим. Но численное превосходство все равно на нашей стороне. Сейчас в этот момент снял мне тут точку. По-прежнему контролирует свой край. У него пять, получается. А нет, у него не пять позиций. Где-то пять. Раз, два, три. Да, пять точек. Он может фактически максимальный лимит заюзать, но у него не хватает ресурсов. Т-2 еще нет. Термоген поставить он не может. Я сразу снимаю. У него реликт. Левшая точки бежит Хаос. Плазмным пистолетом, но без тяжелого вооружения. Естественно, отгребает. По полной программе. Асинхронный атак. Сначала ведь один пошел, по второй пошел. И в итоге Хаос. Сначала отгреб, теперь будут отгребать. Также Некрон. Снимая я точку, включает фазовый сдвиг. Соответственно, не получает дэмэджа, но и сам его не наносит. А вот у Хаоса тяжелое вооружение появляется, вынуждены валить. Правда, прикрывает пупсик и не дает особо им здесь так же разбежаться. Ну и очень много потратили ресурсов все на Т-1, как видите. И Некор, и Эльдар, и Хаос были вынуждены тратить реквизицию на войска. Я делаю третью пачку. И вот уже в Т-2 собирался делать плазму. Парочку ракетниц. И по-быстренькому Некрона сбрыть на ходу. То есть, если бы у него были уничтожители, я бы их ракетницами огорчил. Но плазма это для воинов. Для воинов, для свежаков, для бессмертных. Стрельба в движении против Некрона это самое полезное дело. Точки не качаны у Хаоса. В общем-то, у Эльдара тоже нифига не прокачаны. Ресурсов у них нет. То есть, начальную атаку они проиграли. Начальный вот этот вот раш. Ну и, соответственно, нигдеанское количество неприятностей из-за этого. Упс, потому что Т-2 и расстреливает. С дистанции не давая вообще никому выйти. С баса я набрасываюсь в этот момент на Рутима. Вырываю турель. Да, бана мне тут не мешалась. Ну и быстро сношу точку. 4 пака у меня СМов. Прокачанных с плазмой. Некрону такое сложно остановить. А Рутим идет на контратаку. Пошел вабанк. Ко мне на базу. Лучше бы он помог бы здесь. Хаос с Эйдаром. Хотя, с другой стороны, здесь уже было практически все кончено. Большая часть ресурсов отжата. Большая часть карты мы контролировали. И никаких у них шансов, в общем-то, вырваться не было. Ну и превосходство по войскам. Хотел я тут точку захватить. Но вижу, что Некрон ко мне поперся. Я видел, что он, точнее, шел. Вот эту вот точку. Но я думал, что он отступит на свою базу. Или пойдет прикрывать точки. И он пошел ко мне напрямую. Т-2 и Кекс тоже строит завод. И бежит прикрывать. Да, Рутим. Несколько точек мне уничтожил. Несколько постов. Я сразу начинаю застраивать его обратно. И здесь наказывается в окружении. И сваливает. Когда слышим 2 пак серых. То есть у меня получается 4 пачки СМ-ов. Еще и пачка серых рыцарей. Ну а тут пацаны выйти не могут. Рейнджер уже не помогает. Так как светит. Укси. Своими разведами. Не весь отряд стреляет. Делает вайперов. Фанни фан пытается там их разбросать. Так как этих удалов нет вообще. Рутим уступил на базу. Но я не собирался давать ему время. Как-то еще создать. Да, он вышел в Т-2. Это было довольно долго. За крайне затянутую Т-1. Но им пришлось мазать. Потому что иначе бы я бы его задавил. Ну и соответственно там то же самое пришлось сделать и Хаосу, и Эльдару. Значит бы итог был бы такой же. Ну и рутим выходит. Понимая прекрасно, что сейчас ему хана. Стал время тянуть. Против 4 пачек СМ-ов. Серых ничего бы он тут не сделал. Тем более с другой стороны. Видите, что Союз прижимает. Вышли крабы. А, кстати у него уже смотрите КТ-3. Упси-ка-бел. Он пошел через Мангкан. Так что да, шансов никаких. Он не стал делать антитех. Просто Т-3 ушел с путь. Попали в ловушку. А, нет, не в ловушку они попали. КСМ их укирнул по пилам. Да еще и подобилку серых. Вляпа лиси теряет почти весь пак. Не ретит. Не сдаются, не выходят. Зажатые как крысы в мышеловке. Продолжают отчаянно биться. Но странные тандемы с двух. Смирисани Кутао. Жестокый. Наказывают. Все началось, конечно, у них с провала. КСМ выходит. Ну, там до этого деликнул Монолит. Смотрел, чем бой закончится. А сейчас уже вышел окончательно. Видя, чем он заканчивается. Хаос выходит. И выходит одновременно Эльдар. Все. Все у них началось с провала. Вот это вот. Раша начального в Т1. Мы их смогли передавить. Смогли отжать большую часть карты. Плюс у нас появилось численное превосходство. Мы раньше вышли в Т2 при этом. Ну и, естественно, потом без проблем. Доминируя и по численности, и по аресам, додавили. По армии 620 набирает здесь Пупсик, 290 набирает Кекс, 710 набираю я, 175 Рутим, 70 Хаос и 20 Фани Фан. 52 подразделения Пупсик убил, 39 Кекс, 71 Я, 20 Рутим, 19 Хаос, Еретик наш и Фани Фан, 7. 6 Пупсик потерял юнитов, 13 Кекс, 27 Я, 58 Рутим, 59 Еретик и 45 Фани Фан. 9 зданий уничтожил Пупсик, 1 Кекс, 7 Я, 3 Рутим, 0 Еретик и 1 Фани Фан, 0 потерял Пупсик, 1 потерял Кекс, 3 потерял я, это были посты на точках, 4 Рутим, 3 Еретик, 10 Фани Фан. Ну и размер армии 33 у Пупсика, 28 Кекс, 66 у меня, 62 Рутим, 57 Хаос и 47 Фани Фан. По ресурсам 12, 760 набирает Пупсик, но у него никто экономику не трогал, в общем-то никто у него ничего не ломал, они так и не смогли, потому флангу прорваться. 11 300 Кекс, 10 тысяч, грубо говоря, у меня, но у меня снесли массу с точки несколько раз, Некрон прорвался, в том числе и до базы, отсюда и меньше ресурсов получилось. 6 900 Рутим, 6,5 Еретик и 4800 Эльдар, то есть видите, по ресам они проиграли в 2 фактически раза, а когда нету денег, нет войны. Пупсик 320 по технологиям, Кекс 370, 660 у меня, 510 Рутим, 480 Хаос и Фани Фан 230. Общий счет 13 700 Пупсик, 11 900 Кекс, 11 400 у меня, Рутим 7 600, 7000 Хаос и 5100 Фани Фан. 13 минут 19 секунд шел бой, но сложно бы я его не назвал, здесь была доминация именно в Т1, потом была доминация в Т2 и у кого-то даже была доминация у Пупсика в Т3. Жесткое просто наказание ксеносов и еретиков. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось, если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok